Здравствуйте! Вы смотрите службу новостей город в студии Виолетта Гришина. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях четверга, 27 ноября. Смотрите в ближайшие минуты. Можно обязательно подстраиваться под температурный режим. С утра возьмите шапочку, возьмите перчатки. Число заболевших ОРВИ растет, а вакцины от ВИФа для взрослых в Калининграде до сих пор нет. Разбойники лихие, удалые, деловые. Калининград готовится к Новому году. Правда ли, что уже поздно заказывать ребенку Деда Мороза? Вы считаете, могила 5000, катафал где-то 3000. Похоронить нельзя кремировать. Место на калининградских кладбищах заканчивается, а крематория нет. Как будут решать проблему захоронений? Пора носовых платков и аспирина. В Калининграде с каждой недели число заболевших ОРВИ растет. В Управлении здравоохранения такую ситуацию назвали нормой. Но с вакцинацией взрослых калининградцев уже возникли проблемы. Чтобы препарат от гриппа подействовал, должно пройти не менее 10 дней. Синоптики обещают похолодание уже на следующей неделе. А вакцины для взрослых калининградцев до сих пор нет. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Наталья Петровна врач. С помощью специального прибора может выяснить вирус на ранней стадии. Если есть опасность заболеть, приборы покажут. По ее словам, главное не допустить осложнений. Может развиться гайморит или воспаление. Для тех, кто болеть не планирует, советуют проводить профилактику. Помимо лука и чеснока, стоит обратить внимание и на погоду. Нужно обязательно подстраиваться под температурный режим. С утра возьмите шапочку, возьмите перчатки, оденьте какой-то свитерок. Днем, если стало теплее, значит это все не нужно одевать. Вечером опять одели. В феврале этого года калининградцев уже накрывала эпидемия гриппа. Тогда порог заболеваемости был превышен на 49%. Стационары были переполнены. Капризная осень имеет шансы повторить всплесок заболевания. Но в управлении здравоохранения проблему пока не видят. На звонки граждан отвечают спокойно. Опасности нет. Грипп пока не регистрируется. И заболеваемость не превышает эпидемического порога. Привито уже 92% деток. Но, к сожалению, вакцина для взрослого населения до сих пор еще не поступила в Калининградскую область. Спасительная вакцина появится в области только в начале ноября. Все желающие смогут защитить себя от опасного вируса. На данный момент карантина в области нет. Однако на больничной койке уже оказался 71 человек. Ольга Шмырина, Маргарита Блюер, Дмитрий Суворов, Служба новостей город. Калининград начал готовиться к Новому году. Уже закуплены елки. У лучших Дедов Морозов и Снегурочих города график новогодних праздников уже расписан. Самые предусмотрительные калининградцы уже оплатили новогодние туры в другие страны. Правда ли, что даже бенгальские огни для заветной ночи стоит запасать уже сейчас? Узнаем из следующего сюжета. Вот здесь должно быть так. У актеров Новый год начинается в октябре. На улице еще не выпал первый снег, а на сцене уже разворачивается новогоднее представление. Осталось лишь пошить костюмы. И попадают вот в это совершенно сказочное царство Нового года, зимы, сказочных героев, борьбы добра и зла, где обязательно добро победит. И в этом помогают дети. Билеты на новогоднюю сказку уже начали покупать родители. Многие уже обратились и в агентство по организации праздников, чтобы не скучно встретить Новый год и в трудовым коллективом. Еще только октябрь, а ежедневники самых популярных ведущих Калининграда расписаны до конца января. Допустим, фирмы уже заботятся о своей новогодней программе сейчас. Да, вызывают Дедушку Мороза, да, естественно, коллективы. Ну, а частные лица, естественно, будут за неделю пытаться найти Дедушку Мороза или там Снегурочку, да, конечно же. Спешка отразится на качестве и на цене. Присутствие сказочных героев за праздничным столом обойдется примерно в 3000 рублей. Те, кому традиционное гуляние уже надоели, давно навестили турфирмы. Чаще всего хотят поехать в теплые страны, конечно, но не всем по карману. Из Калининграда вылетает у нас чартер в Египет. Средняя стоимость такой путевки – 40 тысяч рублей на человека. Новый год – сезон для туристических агентств прибыльный. Цены увеличиваются в полтора-два раза. И чем ближе праздник, тем выше. Больше всего денег придется оставить в Дубае. Неделя каникул обойдется в полмиллиона рублей. Ну, а самыми демократичными считаются автобусные туры по Европе. Они в пределах 8 тысяч. Эти туры бронируются с октября месяца, с начала октября. И уже некоторые отели на стопе, уже мы не можем предлагать больше то, что мы предлагали месяц назад. То есть, кое-что уже продано. Но еще места есть пока. Если вы планируете поездку самостоятельно, без помощи турфирмы, тем более пора поторопиться. Билетов на самолет и на поезд с каждым днем остается все меньшим. Заранее не нужно покупать разве что мандарины. Их хватает на всех. Проверено годами. Новогодний сценарий, конечно, будет у каждого свой. Только вот желание по его написанию нужно загадывать. Гораздо раньше боя курантов. Ольга Шмырина, Дарья Волошина, Михаил Ильин. Служба новостей город. Предновогоднего чуда ждет и Валера Тюлькин. Мы рассказывали про него в первом выпуске новостей на этой неделе. Мальчику три года. И он потерял слух после неправильного лечения. Сложную операцию провели в Санкт-Петербурге. Установили имплант на одно ухо. Но без еще одной операции эффекта не будет. Сделать ее нужно уже в ноябре. Но на операцию у родителей Валеры денег нет. Когда Валерий не было еще и года, он заболел бронхитом. Долго лечился. Сначала в больнице, потом дома. Уже после родители заметили, что малыш не боится больше шума пылесоса и звука хлопающей двери. Когда ребенок перестал откликаться на свое имя, его срочно показали сурдологу. Она посмотрела, говорит, да, скорее всего, что и причем уже крайняя степень. Вот у него четвертая степень тугоухости на оба уха. Вот. И вот нас направили в Санкт-Петербург. Мальчик любит собирать пазлы и смотреть мультфильмы. Самые любимые Валеры, ну погоди. 17 ноября малыша уже ждут в Санкт-Петербурге, чтобы установить речевой процессор. После этой процедуры он будет слышать и сможет учиться говорить. Но на это нужно 100 тысяч рублей. Если вы сможете помочь даже небольшой суммой денег, звоните в нашу редакцию по телефону 919404. Телефон из семьи Тюлькиных вы сейчас видите на экране. 42% против 58. На этой неделе в городской администрации рассказали, как обстоят дела с культурной жизнью в Калининграде. План по посещению музеев мы выполнили на 100%. Значительно пополнили книжные фонды и модернизировали 11 библиотек. Что читают жители самого западного региона России и каких культурных учреждений, по их мнению, у нас не хватает. Узнаем из следующего сюжета. В библиотеках теперь не знакомятся. Для удобства читателей здесь ввели залоговую систему. Книгу можно взять на дом и вернуть через несколько дней. В начале 90-х в местных фондах нужного экземпляра было не найти. Сейчас на весь город 680 тысяч книг. Чтобы вместить все желающие, закупили специальные стеллажи. Сколько бы сейчас ни кричали, что ой, не читают. Да читают. Просто изменился стиль чтения. Кто-то читает в интернете с экрана. Они все время читают. Нас единственное, как, ну может быть, зрелое поколение, нас не устраивает качество, что они читают. Вот нам бы хотелось, чтобы они все время читали Толстого, Гоголя, Пушкина и так далее, классику. В списке самых читаемых Улицкая, Рубина, Каэлья, Мураками. Любители детективов подсели на Гришема. Но больше всего библиотекаря радует, что стали спрашивать подстрочник Лунгина. И особый предмет для гордости – это внимание местных властей. За счет него работники читальных залов стали получать не по 5 тысяч, как раньше, а по 7. И впервые за последние 30 лет открыли новую библиотеку в Чкаловске. План по посещаемости музеев калининградцы выполнили на 100%. И самыми популярными оказались Фридландские ворота. Как показал социологический опрос, 42% жителей самого западного города довольны тем, как их приобщают к культуре. У остальных мы решили выяснить, чего не хватает для счастья еще. Если вы в Калининграде решили построить вот такие учреждения культуры, вы бы отдали свой голос за какое? Мы предложили калининградцам выбрать одно заведение из шести. В список попали аквапарк, Диснейленд, театр оперы, филиал Третьяковской галереи, новый стационарный цирк и Королевский замок. Пока лидирует Третьяковская галерея. Филиал Третьяковки в итоге и набрал наибольшее количество голосов. На втором месте оказался Королевский замок, следом за ним театр оперы. Областной драматический, кстати, в этом году открыл свой юбилейный сезон. На спектаклях здесь уже успели побывать больше 8 тысяч человек. В 65-й юбилейный сезон у областного драматического убрали остановку. Теперь зрителям приходится ездить или до зоопарка, или до быков. А вид с правой стороны здания портит некачественная тротуарная плитка. В этом году на культуру города из местной казны потратили 350 миллионов рублей. В следующем, обещают чиновники, сумма будет больше. Мария Постникова, Кирилл Макаров. Служба новостей город. Смотрите во второй части нашего выпуска. Ну считайте, могила 5000, катафал где-то 3000. Похоронить нельзя аккремировать. Место на Калининградских кладбищах заканчивается, а крематория нет. Как будут решать проблему захоронений? Огонь! Большой теннис, гимнастика и иностранные языки. В Калининграде начались занятия современной физкультурой. Бизя. Это очень древний медведь был. Он из Харькова приехал сюда. Калининградцы вернулись в детство. 27 октября – Международный день плюшевых медведей. Эти и другие новости смотрите после короткой рекламы. В Калининграде три кладбища, но действует из них только одно. Каждый день там прощаются с 10-15 калининградцами. Больше половины участка, выделенного под захоронение, занято. Оставшегося места хватит примерно на 5 лет. Появится ли в городе еще одно кладбище и когда построят крематорий, узнавала наша съемочная группа. Ну считайте, могила 5000, катафал где-то 3000. А еще гроб, крест, венки и ленточки. Чтобы проводить близкого в последний путь, нужно не меньше 20 тысяч рублей. Участок земли калининградцам выдается бесплатно. Но за работу могильщиков нужно заплатить. Дополнительная услуга – уход за могилой. Все оплачивает заказчик. Два городских кладбища сегодня закрыты. Хранить там нельзя. Места кончились больше 10 лет назад. На единственном действующем сегодня кладбище 20 тысяч мест. Больше половины уже заняты. Если учесть, что каждый день здесь прощаются с 10-15 калининградцами, мест хватит всего на 5-7 лет. А о новом кладбище, как и в альтернативе захоронения, кремации власти, кажется, и не задумываются. Сам крематорий построить дорого очень. Потому что там тоже свои нормы, свои требования. То есть это дорогое просто. Ну, будем говорить, для города это будет большие деньги стоить. Сам ритуал кремации не дороже захоронения – примерно 7 тысяч рублей. Но ближайшее место, где могут произвести кремацию – город Минск. Гроб еще нужно перевести через границу. А для прощания понадобятся и остальные атрибуты. Кстати, урну с прахом могут отдать родственникам или захоронить. Но приверженцев кремации, как оказалось, в Калининграде немного. Ну, я думаю, что, конечно, лучше похоронить, потому что все-таки это человек. Не знаю, это женщина, то есть совсем забудьте. Кремацию, может, память так и так, она все равно. Вот есть определенные ритуалы, как православие. То есть, ну, знает, сознание у людей, что, наверное, вот ритуал прощания. А что кремация? Кремация ящичек этот, куда его можно деть? Дома не поставить. Постоянно будет напоминать тебе об этом. Православная церковь кремацию не приветствует. В мире обстановка другая. Так, в Чехии кремируют около 95% умерших, а в Японии все 99%. Причина не только в традициях, но в экологической обстановке. Погода в Калининграде чаще становится причиной подтоплений могил. И все продукты разложения уходят в грунтовые воды. Именно в этом многие видят основную проблему традиции захоронения. По непроверенным данным, кремация в России в скором времени может стать единственным способом прощания с родными. Алексей Колодки, Наталья Сидорчук, Дмитрий Суворов, Служба новостей город. О том, что кальяны окажутся вне закона, а в Россию на автомобиле можно будет въезжать без пошлин, расскажем короткой строкой. Курить кальян незаконно. На введении новых правил настаивает Геннадий Онищенко. Главный санитарный врач страны хочет запретить курение кальяна в общественных местах. Популярность кальяна в России он назвал бесконтрольным курением наркотиков. К тому же кальянный дым опасен как для самого курильщика, так и для здоровья окружающих. Напомню, в 2014 году вступит в силу антитавачный закон. Он запретит курить сигареты в подъездах, общественных местах и ночных клубах. Школьникам сохранили льготы на проезд. В 2012 году они будут ездить на автобусах также за 7 рублей. Эта льгота распространяется не только на муниципальных, но и на частных перевозчиков. Скидка городскому бюджету обойдется в 20 миллионов рублей, что на 9 миллионов больше, чем в этом году. Судебные приставы Калининграда и сотрудники МЧС скрывают свое имущество. Недостоверные данные о количестве квартир и автомобилей заметила областная прокуратура. В сведениях о доходах в 2010 году было 61 нарушением. Сейчас идет проверка. В Россию без пошлин. В ближайшем времени не нужно будет платить пошлины, выезжая из региона на автомобилях с калининградскими номерами. Распространяться нововведение будет лишь на выезд из области в Россию не дольше, чем на 2 месяца. При этом автомобиль должен принадлежать калининградцу не менее полугода. Тем самым появляется гарантия возвращения авто в Калининград. Такую рекомендацию в адрес калининградской таможни направил главный таможенник страны Андрей Бельгенинов. В Калининград привезут пояс при Святой Богородице. Святыню впервые за многолетнюю историю вывезли за пределы Греции. На Афон, где хранилась реликвия, не допускают женщин. Уникальная возможность приложиться к поясу у калининградок появится 16 ноября. Считается, что сила пояса Богородицы способна излечить от бесплодия. Пояс при Святой Богородице будет находиться в Кафедральном соборе Христа Спасителя с 16 по 19 ноября. Курсы валют на 28 октября. Доллар США 30 рублей 24 копейки. Евро 42 рубля 35 копеек. Литовский лит 12 рублей 26 копеек. Польский злотый 9 рублей 73 копейки. Занятие спортом вполне можно сочетать с уроками английского языка. Калининградец разработал универсальную программу детской физкультуры. Бывший спортсмен Дмитрий Семиколенов готовит к высоким достижениям самых маленьких. Что гласит правило номер два. И почему методика российского воспитания строже, чем западного. Наша съемочная группа побывала на уроке современной физкультуры. Акула ловит, дельфины спасаются. Таких азартных упражнений в метод копилки Дмитрия Семиколенова не одна сотня. Тренер придумывает их на ходу, чтобы детям не скучно было заниматься. Лягушка на ногах, лягушка на руках, лягушка на ногах. Раз, два, раз, два. Он вырос в спортзале. Родители Дмитрия – профессиональные гимнасты. Сын увлекся большим теннисом и борьбой. Когда пришло время выбирать профессию, победила любовь к спорту и детям. На его уроках физкультуры дети учат языки, бегают, прыгают, занимаются фитнесом и учатся вести мяч. В теннис или гимнастику отдать пятилетнего Артема родители еще не решили. Его папа – мастер спорта по вольной борьбе. Тот решил, что тренировать собственного сына – это не педагогично. В настоящее время в спортивной секции берут детей с 7 лет. А что им делать до этого? Если в гимнастике мы знаем, что чем раньше ребенок, после 4 идет, тем у него результат больше. Здесь есть возможность именно детям маленького, на самом деле возраста, подросткового, именно приобщиться к этому виду спорта. Жить! Держать! По своей универсальной методике Дмитрий обучает детей уже больше 10 лет. Строго добрый, скажем так. Надо и так, и так. Но российский менталитет должен быть немножко строже, чем западный, естественно. У нас немножко другая психология. Практически все его воспитанники потом идут заниматься в профессиональной секции спортзала. И до сих пор вспоминают, наверное, первое правило своего тренера. Будь бодрым и снаемым. Правило четвертое – слушаться тренера. А тот, как большая черепаха, может прокатить детей. Хоть на карусели, хоть на самолетике. В качестве бонуса и для спортивных целей. За ноги! За ноги на смелоство! Поехали с нас в луку! Мария Постникова, Дмитрий Суворов. Служба новостей город. 27 октября в некоторых странах мира, в том числе и в России, отмечают необычный праздник – День плюшевого медведя. Мы решили выйти на улицы города и спросить у калининградцев, какими были их плюшевые мишки. У меня в детстве был маленький мишка, которого звали Винни-Пух. Я его очень сильно любила. И Винни-Пух я вообще в детстве очень любила. У меня было много книг. Бизя. Это очень древний медведь был. Он из Харькова приехал сюда. У меня был такой белый плюшевый медведь. И еще моей старшей дочери, ей 11 лет, он ей тоже достался. Маленький, естественно, сейчас игрушек пришел много. Но это уже не те игрушки. И муж 6 лет, он ходит в школу, и он зовут Никита. Мишка просто Мишка. Мишка Миша Плюшковый, да? Миша Миша звали. Коричневый, как обычно было, пилками, скажи. А у дочери был я и купила. Умка был белый. Вот вы знаете, у меня в детстве не было. У меня были только куклы. Самые любимые у меня это были книги. Не так игрушки, как книги. И это все новости на сегодня. Если вы стали свидетелем уникального события или засняли его на свой сотовый или любительскую видеокамеру, звоните к нам в редакцию по телефону 919404. С вами была Виолетта Гришина. Всего вам хорошего и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин